Человек-пень, 4 эпизод 4 сезона «Только убийство в здании» вышел на этой неделе и приблизил нас на пару шагов к разгадке того, кто мог быть убийцей Сажа на самом деле. Однако эта серия заставила меня задуматься, действительно ли Саж мертва, или она инсценировала это, чтобы сбежать от жизни, которая ей окончательно надоела. Учитывая акцент на том, что тело Сажа не нашли, я начинаю думать, что нас ведут по ложному следу. Но мы углубимся в эту теорию позже в видео. Появление Беф в конце и ее угрозы трио после того, как Чарльз разгадал тайну рая Сажа, многое меняет. Давайте разберем эпизод, проанализируем улики и обсудим все важное в нем. Итак, приступим. Вот объяснение концовки четвертой серии четвертого сезона «Только убийства в здании». Предупреждаю, это видео содержит спойлеры. Теория о том, как Саж инсценировала смерть. Этот эпизод показал, как каскадеры и актеры поддерживают друг друга на площадке, но каскадерам не дают должного уважения, хотя именно они рискуют собой, чтобы актер мог спокойно сидеть в стороне, пока они делают фильм зрелищным. Поэтому возник конфликт, когда Чарльз, Оливер и Мейбл зашли в бар сотрясения. Название подходящее, ведь каскадеры часто получают сотрясение мозга из-за своей работы. В конце первого эпизода я сомневался, было ли убийство Саж настоящим, а после этой серии у меня появились сомнения, действительно ли она мертва. Карьера каскадера не может быть вечной из-за нагрузки на тело с годами. Это не то, что тело выдержит долго, особенно с возрастом. Саж сказала Чарльзу фразу, где упомянула, что не знает, как уйти от всего этого, и планирует открыть свою академию, но не хотела говорить другим каскадерам, потому что они бы ей это припомнили. Связывая это с настоящим временем, когда Чарльз пришел к доктору Мэгги в подсобку с сотрясений, та упомянула, что Саж сказала об уходе на пенсию и переходе к новому виду карьеры. Карьере, о которой не знали ни мы, ни Чарльз. Полагаю, ее уход мог быть тем личным, что она хотела сказать Чарльзу, но не сказала. Она назвала его своим главным, что значит, она ценила его больше коллег-каскадеров, что противоречило их взглядам. Так вот, учитывая отсутствие тела Саж, что если она просто придумала свой способ уйти из индустрии, не зная, как иначе это сделать, это лишь теория пока, и со временем новые улики либо подтвердят, либо опровергнут ее, но сейчас она кажется правдоподобной. Еще одна возможная причина и интересный момент, это то, что голливудская студия, снимающая фильм убийства, может быть как-то замешана. В шоу есть шутка о том, сколько убийств может произойти в одном доме, так что вдруг создатели решили обыграть это и инсценировать убийство. И это фальшивое убийство могла устроить студия, снимающая фильм, чтобы добавить ему содержание. Саж связана с Голливудом, так что она могла бы участвовать в этом, особенно за деньги. Бев знала об академии Саж Патаки и в конце там что-то вынюхивала. Ховард получил листовку о кастинге в квартире Дудинова, что намекает на возможную причастность студии к смерти Саж или к ее инсценировке. Саж и Лоретта следили друг за другом и Лоретта сейчас в Лос-Анджелесе, где находится студия, снимающая фильм. У Саж был билет из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, значит она могла встречаться со студией, особенно если это было запланировано. В любом случае это не так просто, как в прошлых сезонах, и я думаю нас ждет большой сюрприз. Объяснение концовки. Начнем с ситуации вокруг Дудинова. Оказалось, что люди в доме напротив не были культистами, а снимали квартиры на 14 этаже у профессора Дудинова. Он владел ими всеми, сдавая в субаренду за 200 долларов в месяц прямо в центре города. Мэйбл поверила и согласилась на это, ведь ей срочно нужно было жилье. Хоть это и правдоподобно, не думаю, что это их оправдывает, но объясняет свиную ногу и связь с Португалией. Дудинов там на пенсии и шлет это как угощение для всех. Это объясняет, почему Винс распутывал португальский флаг на ноге в начале серии. Интересно, снимала ли САЗ там квартиру раньше, или может она и есть Дудинов. В прошлой серии был фото человека с нарисованным лицом, судя по взерошенным волосам, похоже на САЗ. Что если она Дудинов или была в схеме, чтобы следить за Чарльзом? Это объяснило бы записку о нем. Когда она решила уйти, это могло расстроить некоторых жителей. Если САЗ убита кем-то из них, это дает мотив. Или она могла уехать в Португалию по плану? По радио говорили, что это бывшая девушка Руди, у которой проблемы с психикой, из-за чего она сделала заявление о смерти человека, расследовавшего дело Дудинова. Я не верю этому полностью и думаю, что от них будет еще больше информации. Что касается концовки, мы увидели, что Чарльз пришел к пониманию, что САЗ рай, о котором она говорила во сне, оказался местом в Нью-Джерси, где она хотела открыть свою академию влияния. Когда Троица оказалась там, они нашли Беф внутри. Увидев их, она навела оружие и пригрозила стрелять, если они двинутся. Это озадачивает, ведь Беф тесно работает над фильмом. Это наводит на мысль, что студия может быть как-то замешана. Как я говорил о возможной причастности СЭЗ к сокрытию, что если она знала Беф и была с ней в отношениях. Поэтому Беф оказалась там и так враждебно отреагировала на их появление. Как иначе она узнала о рае, который даже Чарльзу долго пришлось разгадывать. Сложно понять, что происходит. Мы ищем убийцу и сомневаемся, мертва ли жертва вообще. Мой обзор эпизода. Я считаю, что это был очень приятный выпуск шоу. Он был веселым, легким и содержал несколько отличных комедийных моментов. Будь то банальные шутки Чарльза, страх Оливера, что Лоретто ему изменяет, появление второго персонажа Пола Радо, Гленна Бенроя, сцена похорон и отношения Говарда со свиньей. Это показалось мне самым забавным. Все же, думаю, ни один эпизод в этом сезоне не превзошел премьеру. Первая серия четвертого сезона была просто невероятной с точки зрения сюжета и креатива. Одна из лучших за все шоу. Эта премьера трудно держать планку, но качество не сильно отстает. В этом сезоне меньше подсказок, чем в предыдущих, и мне это нравится. Но из-за этого я сомневаюсь, правда ли Саша мертва она или нет, или это просто ее способ уйти из индустрии. Честно говоря, эпизод вышел коротким, всего минут 35. Но кажется, они отлично справились, вместив все нужное. Не чувствуется спешки по сравнению с обычными 45-минутными сериями. Это комплимент сценаристам и режиссеру, темп выдержан отлично. Следующая серия называется «Адаптация». Трио столкнется с людьми, для которых обман, манипуляции и угрозы. Вторая натура. Актерами и съемочной группой из Голливуда. Похоже, троица отправится в Лос-Анджелес, где увидит другую сторону тех, кто будет их играть. Это шоу – уникальный взгляд на детектив, а юмор, пульсирующий как сердцебиение на протяжении всего сериала, вместе с сильной игрой актеров – то, что действительно его движет. Да, иногда это может быть глупо, но в этом и есть красота этого шоу. Оно полностью осознает свою идентичность и благодаря этому процветает. Вот разбор финала четвертого эпизода четвертого сезона сериала «Только убийства в здании». Субтитры создавал DimaTorzok